Здесь нет границ. Они все равны. И хотя эти ребята из Орловских родников уже не дети, им от 20 до 36 лет, они радуются не меньше остальных. Их здоровье и особенности развития не мешают второй год подряд призывать спорт в свой Новый год. В том году у нас было немножко поменьше, потому что мне подозрительно относились, сможем мы или нет. А в этом году у нас много, 20 человек, все активно участвуют. Праздник устроен так, чтобы комфортно было самым маленьким и людям далеким от мира спорта. В этом и есть инклюзивность. Если в том году идея заинтересовало более 300 человек, то в этом только за 5 дней поступило почти 500 заявок. Мы даже не ожидали, что призыв на мероприятие получит такой отклик. У нас буквально еще за неделю мы были вынуждены закрыть регистрацию, потому что набрали уже то количество человек. А регистрация была необходима, ведь каждый ребенок до 14 лет получил на праздники большой сладкий подарок. Конечно, были и другие элементы Нового года – Дед Мороз, Снегурочка. Но у некоторых гостей восторг вызвали не они. Мне нравится Георгий Борисов. Я тоже Георгий Борисов. Он очень хороший был в защите. Никита Некрасов. Я хорошо. Никита Некрасов. И пока ребята водили хороводы, звезды Евкорел готовились к своему выходу. Футболисты показали ребятам, как уйдется победа. Сняли замки со своей тренировки. И во все это вовлекли самих ребят. Я думаю, если показывать детям именно с раннего возраста, что их ждет более взрослым, профессиональным, и приучать к этому, то действительно, это будет очень большое. На память у будущих футболистов остались и автографы от Орлов. В такой кампании они несколько часов провели на необъятном поле, играя в снежки безумных размеров и пиная не менее огромный мяч. Мне понравилось больше всего бить поворотом. Я забил примерно два раза. Мне очень понравилось на этом празднике. Здесь так классно. Футбольный манеж открылся совсем недавно. И даже орловские футболисты из ФК «Орел» впервые проводят здесь свою тренировку. А это значит, что новое футбольное поле ни разу не встречало здесь такое большое количество гостей. Но ко всем, от мала до велика, была одна небольшая просьба – прийти на тренировку в спортивной обуви. Итак, в Орле открыли вереницу новогодних мероприятий. Уже на этой неделе для умников и умниц для детей, участников СВО, да и просто для жителей области стартуют сказочные деньки. Поставлена задача – охватить торжествами весь регион. А главная новогодняя красавица в этом году подросла аж на 4 метра. Ее высота теперь 22 метра. А всего в Орле 7 таких символов праздника. Екатерина Головина, Алья Афоничкин, телеканал «Первый областной».